Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня мы снимаем, что в моем рюкзаке! И снимаем это видео мы вместе с моей мамой. У нее огромная-огромная сумка. Она постоянно с собой носит кучу-кучу всего. Мне, честно говоря, самой интересно, что в ее сумке. Я до конца не знаю, что в ней. Поэтому ссылочку на ее видео я оставлю под своим видео. Она вам покажет, что в ее огромнейшей сумке. А я покажу, что же в моем новом рюкзаке. Ну, конечно же, этот рюкзак не новый. Это фирма ГЕС. Я покупала его в Дьюти Фри в Брюсселе. Когда уже уезжала, у меня оставались еще 200 евро. Мне срочно нужно было купить. И я купила себе только одну сумочку, помню тогда, в Томми Хилфигер. Мне ее было недостаточно, потому что она маленькая, летняя. И это не рюкзак. И вообще, я давно хотела себе рюкзак. И, кстати, на удивление, с ним очень-очень удобно. Сейчас я покажу все, что там лежит. И это лежит, в принципе, это все, что сейчас лежит в моем рюкзаке, там лежит постоянно. Но еще периодически какие-то вещи меняются, потому что бывает, если я с ребенком куда-то иду, то я могу сюда поместить еще бутылочку, памперсы, каши, печенье, вкусняшки. Короче, куча-куча всего. Но сейчас в ней лежат тоже некоторые... Честно говоря, я не готовилась к этому видео. И специально ничего не готовила, не вытаскивала. Я, честно говоря, сама половины, возможно, не помню того, что там лежит. И я люблю такие спонтанные видео. Сейчас мы вместе с вами откроем и узнаем, что же там лежит. Начнем мы с большого кармана. Что же там лежит? Итак, первое, что вы можете увидеть, это... А где молоко? Э, молоко! Я его выложила. Нормальное вообще? Да, я выложила молоко, по-моему, перед тем, как... Потому что недавно был у брата юбилей, и как раз таки, чтобы не нести это все туда. Обычно у меня лежит молоко, 200 грамм, маленькое. Потому что вот здесь как раз вот Energy Diet. У меня осталась последняя вот такая штучка ванильная. И это если я очень сильно голодная, или я там сходила на тренировочку, и надо срочно что-то съесть полезное. Потому что после тренировочки, знаете, что-то хочется съесть не вредненькое, не углеводы какие-то там, да, чуть жирненькое. А что-то прям белок, чтобы там такая вся стройнилась. Короче, у меня вот такая ванилька лежит. Молока налила, это налила и выпила вкусный белковый коктейль. Она занимает очень много места, но, честно говоря, она может мне серьезно пригодиться. Потому что после тренировки я все время голодная. Дальше. Колготки из фикс прайса за 200 рублей. Кстати, как раз вам хотела сказать, когда я... Вот, 200 рублей. Я взяла как запасные, потому что я недавно в фикс прайсе взяла двое колготок. Одни за 100 рублей, вот эти за 200 рублей. Вот эти я еще не тестила и не знаю, но колготки черные за 100 рублей я затестила. Мне они совершенно не понравились. У меня, знаете, на ногтях вот как бы нет особых зацепок, но почему-то умудрялась я их зацеплять. Просто за один вечер они все на зацепках, они мне бесили просто эти колготки. Даже просто когда я аккуратненько втягиваю туда руку, просто, да, вот затянуть в колготку руку и одеть на ножку, уже куча зацепок. Короче, за 100 рублей колготки мне в итоге не понравились. Я в них вечер отходила, но второй раз одевать их не хочется. Эти уже за 200 рублей, они должны быть более плотные и вообще известная фирма Омса. Но за них еще сказать ничего не могу, потому что они здесь в запасе лежали. Их надо выложить. Дальше у меня лежит здесь две шоколадки. Это шоколадки, которые я еще покупала к Новому году. Я такой, знаете, Дед Мороз скрытый. Я люблю людям делать подарки, особенно когда это по поводу... Знаете, когда даже повод есть, знаете, день рождения, там, Новый год, 8 марта. Ты хочешь сделать человеку приятно, а ну, кого ты не знаешь, например, там, к консьержке, там, или воспитателю в детском саду. Видишь какую-то странную реакцию, люди не ожидали и такие, такие, не знают, как воспринимать, да? Хотя мне кажется, это нормально, а воспитательница, которая целыми днями с твоим ребенком, или консьержка, которая утром тебе говорит здрасте, там, все убирает, наводит порядок, следит, информацию дает какую-то, правда? Ну, почему не отблагодарить? Мне кажется, эти люди должны, в принципе, уметь воспринимать подарки, как готовыми вообще к ним быть, да? Вот консьержке, шоколадку, там, чьё, такая, ой, спасибо, траля-ля, воспитательница, такая, ой, класс, я ждала от вас подарки, да? Примерно так. В общем, у меня остались еще две шоколадки, которые нужно кому-нибудь задарить. Ну, у нас сейчас праздники закончились, значит, они будут оставаться на 14 февраля или 23 февраля. В общем, пусть лежат. Также я недавно купила себе, мне кажется, это новый какой-то вкус, диролл, арбузный лед. Арбузный лед? Еще даже не пробовала, она запечатанная. Еще в последнее время у меня ничего не болит, но ко мне бывает обращаться, есть ли что-то у тебя обезболивающее, есть ли у тебя что-нибудь от вздутия живота, тошноты и так далее. У меня, честно говоря, на удивление, у меня всегда, у меня есть смекта. Смекта, она даже для детей хороша, знаете, не дай бог что, вздутие живота, деткам тоже можно ее давать прям в еду. Она нас спасала. У меня есть смекта от этого, это, не знаю, диарея, сжога, вздутие, прикиньте, сразу от трех. Да пусть лежит. Колдрекс, потому что я в любой момент могу заболеть, иммунитет у меня не ахти, как бы, поэтому Колдрекс нужен, он мне помогает. Немесил, это тоже, это тоже и от заболеть, и еще и обезболивающее, это тоже нужно очень. Вот эти вот средства, они всегда здесь. Томпон. Вот такие маленькие тампончики, вообще, кстати, очень удобно хранить в сумке, потому что они места не занимают, и в последнее время, честно говоря, они тоже вот так вот мне не надобятся, зато надобится кому-то, кто-то пойдет и скажет, Филя, а у тебя нет? Нет? Юрий, есть? На. Даже жмень не могу дать. Их много тут валяется. Дальше. У меня есть какая-то пудра, вроде мой цвет. Здесь даже нет зеркала. Я не знаю, зачем-то я ее брала, она практически новая, у меня куча разных пудр. В общем, с алоей даже, Вера. Ничего о ней не могу сказать, по-моему, мой тон, ну, короче, пригодится, что-нибудь заман. Совсем недавно я приобрела себе вот такой блеск Невея, он с невероятным ароматом, просто. Заказывала, на каком же сайте заказывала? Короче, я не помню, я не помню, но это крутой бальзамчик Невея. Если вдруг вы где-то такое увидите, обязательно берите. Он прям вот так. Ну, у меня сейчас губы накрашены, поэтому не буду. Но пахнет круто. Дальше. Все время какие-то помады. Вот сейчас посмотрим, какого цвета эта помада. У меня просто этой фирмы L'Oreal несколько помад. Эта помада вот такая темная, вишневая. Я была на юбилее в ней, и поэтому она у меня здесь, чтобы подкрашивать. Также пилочка. И тоже ее взяла в последний момент. Конечно же, у меня здесь лежит для моего Денечки все время какая-то вкусняшка. Если он сильно-сильно капризничает, это вообще палка-выручалка. Честно. Достаешь, и у ребенка счастье. На глазах просто меняется лицо. Конечно же, ацикловир. Кто-то мне все время советует. Селена, от простуды на губах ацикловир. Да знаю я, ацикловир таблетки, ацикловир мазь. Это вообще number one вроде бы. Но мне кажется, уже это все не помогает, поэтому я ищу какие-то лайфхаки. И в принципе, мне ацикловир уже не нужен. Мне нужен корвалол. Он, кстати, два в одном, да? И сердце заболело вдруг, выпил. И прищики я мажу корвалолом, и простуду просто на раз-два убирают у меня, подсушивает и даже не дает ей раздуваться. Просто наношу на причинное место воспаления, и все проходит. Мусор я вам свой показывать не буду. Здесь еще много мусора, как вы понимаете. Я не готовилась к видео, поэтому уж простите. Карандаш, который всегда у меня здесь, это герлен. Вот такой натуральный карандашик, в общем, коричневенький. Он очень натуральный, очень красивый. И он должен быть для того, чтобы в любой момент можно подкрасить натуральные губы. Но я его храню здесь еще до того, как я сделала татуаж. У меня сейчас татуаж губ очень красивый тоже. На видео просто я придаю еще больше яркости этому всему. В общем, еще всегда у меня здесь в сумочке лежит фаберлик, так как у меня вот таких вот фаберлик корректоров, наверное, штук 10 насобирается по дому. Они у меня, естественно, в каждой сумке, в рюкзаке, в машине, дома на одной полке, на второй. Потому что я могу случайно потерять. И знаю, что в 10 местах еще лежат вот такие корректоры. Карандашик красный для губ. Ну, тоже вот красный, знаете, универсал. Ну, хотя бы карандаш должен валяться. Ну, и все, и там дальше мусорчик немножко. Кстати, еще у меня... Вот я как приехала из Европы, никак не могу убрать. У меня 100 евро лежит здесь. И 10 евро. Знаете, чем они удобны? Я, кстати, маме тоже дала 100 евро. Так, чтобы они лежали, это то, что как бы НЗ называется. То, что не нужно тратить. То есть, ну, понятное дело, что тебе если что-то срочно где-то нужно, ты не пойдешь же искать этот обменник, еще что-то. Но, в принципе, ты знаешь, что у тебя деньги есть, ну, на всякий пожарный, если вдруг. Я всегда заботюсь о том, чтобы какая-то копеечка была, потому что, конечно же, у нас все сейчас с картами, но не везде картами. Есть еще старинные места, где все-таки нужно нашими рублями расплачиваться. И иногда ты очень хочешь что-то купить, или что-то тебе нужно съесть, или вообще, ну, реально, ты забежала в какой-то продуктовый где-то там на окраине. Не знаю, где я бегаю, конечно, где в окраине. Наверное, какой-то ларек, я забежала, срочно нужно, ну, с кем не бывает. Но, на самом деле, бывает даже среди города, что что-то мне срочно захотелось, они не принимают карты, я очень расстраиваюсь. Да, бы таких ситуаций не было, я ношу с собой всегда рубли. Ну, и мало ли что с карточкой твоей может быть. Ну, закончились деньги, не ловит интернет, чтобы сделать между счетами переводы, да, ну, все может быть. Поэтому налик нужен, ну, а если вдруг налик закончился, ведь такое тоже бывает, у вас всегда есть евро, и вы можете тоже сделать большой путь, чтобы найти обменник. Это своего рода приключение, в общем, для людей, которые любят приключения, имейте еще валюту. Вот, и она не тратится, понимаете, вы не пойдете же менять, думаете, ну, бывает даже люди специально круглую сумму хранят, вот, 5 тысяч, чтобы не менять, да. И они, бывает, займут 100 рублей, даже 200 у друга, чтобы не менять свои 5 тысяч. Вот кто такие люди, а? Лайки ставьте. Вот, а тут евро, тут мало того, что не хочешь менять, тебе еще никто и не поменяет, если ты захочешь, поэтому, в общем, удобная, мне кажется, вещь. Лейпхак. Паспорт. Паспорт я всегда ношу с собой, не знаю, почему, наверное, потому что я случайно, бывает, захожу в те места, где нужен паспорт, и паспорт с собой, я уже думаю, буду его носить с собой, чтобы, знаете, не возвращаться по 300 раз в одни и те же места. Паспорт всегда с собой, права всегда с собой, в сумке здесь важно тоже, да, это на машину. Полис, в принципе, полис не нужно всегда носить с собой, но почему-то я его ношу всегда с собой. Вот, кстати, из моего магазина, вот такая вот помада, очень классная, это набор таких помад, очень крутые, трендовые цвета, кайфую, они еще маленькие, с собой в сумке очень клево носить. Так, все, это в кармашке у меня тут лежало, основной, основной кармашек мы посмотрели. Теперь у нас остался еще вот такой кармашек, тут три кармана, да, у нас. Так, в этом кармане, о, мама, шо тут творится, господи, хоть порядок наведу. Зубная нитка всегда должна быть с собой, потому что я вот зубочистками уже давно не выдираю, там, не выковыриваю ничего из зубов, потому что просто они мне не помогают, реально зубочистками можно расхерачить весь свой рот. У тебя, может, там маленькая дырюничка, что-то там зацепилась, но ты этой зубочисткой просто... У меня целая дупло, может, все расковырять, поэтому, девочки, я вам советую просто взять ниточки. И еще у меня такая нитка зубная, она прохладная, имеет мятный вкус и аромат, то есть еще и рот освежит свой, да. И она такая сделана плоской нитью, то есть она проникает даже в труднодоступные места. То есть я ниточкой чищу всегда зубки, и не обязательно у вас должна быть дырка в зубах, чтобы начинать ей чистить. Короче, это реально нужно, и вообще зубы нужно чистить ниткой после каждой еды. И, короче, я без нее жить не могу. Дальше у меня страховое свидетельство, я тоже не знаю, нужно ли его всегда носить с собой, но оно всегда со мной. Ну, я спонтанный человек, могу оказаться где угодно. Куча помад у меня, вот матовая помада, это я на Алиэкспресс заказывала, классные, классные вот эти помадки. Потом вот опять Лореаль, еще у меня цвет какой здесь, такой какой-то интересненький, матовые помады. Дальше вы часто спрашивали, у меня бывает красная помада, красивый, очень красивый цвет, такой классический, сейчас вам скажу, это Сифора. Сифора, по-моему, правильно называется. Номер 19, это офигенный красный цвет, он выглядит здесь темноватым таким, может быть, а нет. Короче, он классный, яркий цвет, это тоже матовая помада, красный, красный, классный цвет. Так, батарейка, это на случай, если у меня вдруг брелок тут там сел от машины. И вот это кинзо, это у меня в бьюти-боксике было, и у меня всегда вот такие вот, знаете, спрейчики маленькие с собой есть. И мне, кстати, очень нравится вот этот кинзо-аромат, кинзо-ворд, 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 а вот это парфюм. Так, здесь у меня всякие бумажки, вот что это интересно, цитрамон почему-то, я вообще не пью, даже если от головы у меня с ними силы. Я не знаю, что здесь делать, цитрамон, наверное, я его случайно купила. Всякие бумажки, которые нужно выкинуть вообще, даже не буду их рассматривать. Ага, ксимилин, вот я искала. Из, кстати, средств для носа мне нравятся ксимилин и тизин. Это то, что мгновенно просто освобождает тебе нос. Только от тизина у меня нос течет, а от ксимилина не течет. Это второе средство, которое я покупала, мне оно очень нравится. Быстро пробивает нос и не течет, слава богу, нос. Так, что у нас еще тут? Что у нас еще тут? Это у меня еще один бальзамчик для губ. Он у нас тут с защитой, 15 SPF для губочек. В солярий можно с ним ходить. Еще один, видите, вот у меня еще один корректор Фаберлик еще в этом кармашке. Стерка. Стерку это я забыла выложить, покупала. И вот такой крабик. Ну, мало ли, какую я прическу хочу забыла бахать в дороге. Так, все. Этот кармашек готов. И последний кармашек это у нас с картами. То есть здесь хранятся только карты. И еще тут захоронилась вот такая 50-рублевая купюра. Надо ее положить в другое место. Да, вот здесь все мои карты скидочные. Их очень много. Ну, точнее, не все. Здесь самые основные, там, банковские карты. И скидочные, которыми я часто пользуюсь. И этот карман предназначен только для карт, чтобы я ничего этого не искала. Вот все. Вот и мой рюкзак. И вот все, что в нем лежит. Теперь, мне кажется, вы узнали еще больше обо мне. Уже я не знаю. Дом показала, сумку показала. По-моему, все, да. Вот такое вот получилось видео. Как всегда, спонтанное. Все, как я люблю. В сумке остался только мусор, который я показывать вам не буду. Поберегу ваши глазки. Ну, а теперь отправляемся смотреть, что же у моей мамы в ее огромной сумке. Мне самой очень интересно. Ссылку на ее видео прямо под видео моим. А мне ставим лайк. Подписываемся на мой канал. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok